Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области совместно с коллегами из ФСБ и Главного управления МВД задержали в Волжском двух подростков, готовивших теракты и убийства на территории региона. В Следственном управлении МСК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении двух 17-летних жителей города Волжского в Волгоградской области, которые обвиняются в участии в деятельности террористической организации. По данным следствия, двое жителей Волжского вступили в запрещенную Верховным судом Российской Федерации проукраинскую террористическую организацию, основной идеологией которой является расовое и религиозное превосходство. Установлено, что подростки принимали активное участие в деятельности террористической организации. По указанию куратора, они повреждали автомобили с символикой, в том числе СВО, изготавливали взрывчатку, хранили по месту жительства огнестрельное оружие и боеприпасы. В январе-феврале 2023 года я вступил в чат Эдериду Метант. Через полгода я списался с красным смехом. Он нам дал инструкции по изготовлению бомбы. Мы ее изготовили, протестировали. Также, уже позже, он нам дал пистолет под переделку в боевое оружие. Бомбу где тестировали? В пойме. А вы потом планировали что делать? Что взрывать хотели? Мы планировали взрывать 3-й отдел полиции, военкоматы и прочие органы государственной власти. Пистолет для чего вам нужен был? Для убийства. Написал в бот, это Индометант. И скинул потом им видео. Какое видео ты им скинул? Где я разбивал машину. По какому принципу ты машину выбирал? Какие развивать будешь? Баноклейком, отличительным знаком в виде нерусских флагов, флагов других стран, которые не арийские внешние. То есть, ты целенаправленно разбивал машины иностранных граждан? Да. А что еще планировал совершать? Подрывы государственных органов, всяких, по типу военкоматов, полиции. Что это для этого было, чтобы это совершить? Однажды сварил друг бомбу и поехал в лес ее тестировать. Был пистолет еще. Собирались людей убивать? Да. В ходе обыска мест жительства фигурантов действительно было найдено взрывчатое вещество, оружие и притехническая смесь. Сотрудники ФСБ установили, что подростки действовали по указанию неонациста Романа Железнова, уехавшего на Украину. Установлено, что один из лидеров террористической организации НСВП, деятельность которой направлена на возбуждение ненависти по религиозным и национальным признакам, гражданин России Железнов Роман Александрович, вовлекает несовершеннолетних лиц в террористическую деятельность на территории Российской Федерации. А именно, по указанию украинских спецслужб посредством сети интернет, указанное лицо склоняет подростков к совершению акций прямого действия, нападения на лиц неславянской национальности, сотрудников правоохранительных органов, повреждения и уничтожения принадлежащего имущества. В дальнейшем Железнов снабжал их инструкциями, оружием и средствами террора и использовал для организации террористических актов, в том числе в отношении объектов органов власти. Ранее в отношении Романа Железнова возбуждено уголовное дело по статье 359 Уголовного кодекса Российской Федерации на юничество. В настоящее время выясняются подробности произошедшего. Обвиняемые находятся под стражей.